всем привет забрала посылку на новой почте выписывала голубику три сорта раннего среднего и позднего срока созревания сорта дюк чандлер и спартан и 10 кустиков клубники мурана это ремонтантный сорт хочется такую клубнику чтобы все лето было хваленый сорт много видео просмотрела про эти растения вот выбрала себе такие сорта скотч я уже обрезала так что сейчас буду открывать и посмотрим как упаковано каком состоянии прислали мне эти растения это голубика вижу пожелтела так вот во всяком случае голубика в этих горшочках таких даже не знаю наверное наверное обрезать вот эти или как что-то смотрела смотрела и не все досмотрела клубничка такая вот клубничка не очень 10 кустиков ну все буду вынимать разворачивать и смотреть что с этим всем мне делать выбрала место для посадки среди роз здесь один ряд роз я удалила вот только одна вот это желтая красавица осталась я ее берегу она очень красивая а вот так целый ряд 3 кустика здесь могу посадить здесь выкапывала розу даже яму не зарыла вот с утра уже съездила на оптовый рынок съездила с кровчучкой и купила субстрат для лохины лохината голубика 40 литров еле дотянула большой пакет купила еще серу гранулированную это тоже надо при посадке в яму добавлять в общем буду сейчас оформлять три ямы и садить вот такие три ямы выкапала достаточно глубокие это самое сложное в этом процессе теперь дренаж это сосновая кора и сосновые шишки и теперь добавила субстрат для лохины для голубики и немножко песка и все это хорошенько надо перемешать и сверху опять буду добавлять субстрат еще добавила субстрат для лохины и теперь добавляю грамм 50 гранулированной серы всего на одну посадочную яму надо добавить где-то 100 грамм ну приблизительно две горсти немножко смешаю серу с землей и опять буду добавлять субстрат для посадки голубики там и кора присутствует я вижу сейчас добавлю песок и снова немножко серы добавляю серу вот такая горсть небольшая все вот я уже добавила приблизительно сколько и вот еще и на одну посадочную яму это будет до этого будет достаточно серо ну в общем это все нужно слушать о посадках она закисляет она там минералы какие надо в общем все что надо друзья если бы я садила на даче у меня там рядом сосновый лес я бы даже не покупала вот этот субстрат для посадки лохины лубики я бы накопала это очень подходит тоже там нужно хвойный опад вот эту землю возле сосен в сосенках вот это перепревший сосновый опад прекрасно подходит и шишек много и коры там нужно можно найти и это было бы совсем бесплатно но это будет потом когда я буду садить на даче а сейчас пришлось купить добавляю еще субстрат еще песок и уже можно будет садить вот уже я все добавила в эту посадочную яму всего добавила чего надо и вот уже моя голубика чандлер первую я сажу вот этот комок корней обязательно 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 надо раскрыть надо нарушить вот этот комок потому что говорят что если через какое-то время вынять 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 вот этот корень то такие вот таким же вазоном он и будет и не будет развиваться и корни никуда не пойдут обязательно надо надо нарушить вот этот ком корней разрушить вот это все открыть чтобы они могли приживаться вот так так все голубика чандлер готова к посадке сейчас буду садить посадка происходит как обычно сделала отверстие посадила землю уплотнила вокруг и пролила дождевой водой почему дождевой потому что она у меня есть в наличии на данный момент а теперь мульчирование мульчирую сосновыми шишками и корой можно или тем или тем что есть то что можно бесплатно насобирать у меня здесь и бесплатное и и покупное вот так мульчируем завтра еще добавлю соль слой мульчи вот так уже истемнело всем желаю тихой доброй ночи друзья пусть все растет все принимается всем всего доброго вот так все